О том, что ты занимаешься духовной практикой правильно, и при этом тебе все люди становятся безразличны, это глупое мышление. Это не совсем духовная практика, будем так говорить. То есть есть личное отношение с Богом в виде молитвы, а есть практические занятия. Если ты, допустим, в институте учишься, у тебя нет практических занятий, тогда ты вообще не можешь говорить, что ты хороший студент. А если это больше как бы сузить по отношению к мужчинам? То есть, например, у меня нет семьи, но я как бы планирую построить, да? То есть ты в моей голове. И, например, у тебя... А это еще одно заблуждение женское. Некоторые женские женщины думают, что если они будут много отношений с мужчинами строить, то они построят семью. Как раз все наоборот. Вот женщина, которая много с женщинами отношений строит, она становится привлекательной и мужчиной. Потому что с мужчинами можно строить отношения, только если они тобой интересуются. А если они тобой не интересуются, как ты с ними построишь отношения? Ты будешь рисоваться, знакомиться с ними, получать опыт каких-то спонтанных отношений интимных. Этот опыт разрушает женщину и не дает ей возможности построить семью. Она становится менее... Ну, вообще, когда женщина дает свое тело незнакомому человеку, то есть который не является ее мужем, то она всегда в этом случае теряет женскую красоту, которая всегда основана на достоинстве. Поэтому даже говорят, что потеряла достоинство женщина, когда она вот такое-таки отношение строит, она теряет достоинство. Вот. Осквернение получает, оскверняется такими отношениями. Поэтому женщина должна с женщинами строить отношения. Мужчины, если с ней хотят строить отношения, не надо ставить условия. Это же нитка. Но у вас, видите, проблема, что никто не знакомится. Нет, тут сам не знакомится. Знакомится? Я сам не знакомится. Ну, все тогда. Отшиваю, да? Нет, не то, что я как бы общаюсь с мужчиной, но в этом и дело, что в общем, я в программе тебе говорю, что если вот так оно, как будто бы интереснее, что другое изучать, чем как бы другого человека, мужчину. И мне кажется, что это какое-то лентальное мышление, когда ты так, ну, как устраиваешь духовные практики, тое желание заниматься, именно я по-другому, то есть я тут где-то теми, я не понимаю какие-то изучения? Нет, это наоборот хорошо, отлично. Если вы больше интересуетесь Богом, чем мужчиной, тогда у вас с мужчиной выстроятся очень хорошие отношения, потому что в этом случае он должен будет вас добиваться, а если этот не добивается, значит, не тот человек. Ну, то есть это хорошо, что... Это хорошо, что у вас сознание на Боге больше, потому что в этом случае вы не будете к ненужным людям привязываться. Вот когда у женщины сознание на мужчинах, она привязывается сильно к человеку, а тот её кидает. А если сознание на Боге, то вот вы выходите замуж за того, кто показывает правильное поведение, он добивается, старается, и вы видите, что он достойный человек, и вы нужны, тогда вы выходите замуж, а если он как выходит, как ни рыба, ни мясо, тогда это его проблемы уже. Можно ему подарить весь мир. На Боге сосредоточить. Я жила за границей, я считаю себя человеком мира, я люблю путешествовать. 8 лет назад я узнала о том, что русские женщины эмигрируют в Америку, а теперь нет. О, как у меня ничего, он поймал одной рукой, ничего себе, молодец вообще. Так вот, 8 лет назад я узнала, что наши русские женщины эмигрируют в Америку. Они эмигрируют везде. Да, эмигрируют везде. Если бы на Луну можно было, а никто же туда эмигрирует. Да, именно выходят замуж за американских мужчин. Причём они очень достойные. Вот я пробелаю к американским мужчинам, они симпатичны. Да, 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 там, конечно, в Америке лучше, чем здесь, там. Это вообще такое розовое место такое. Я чувствую, что это родное мне место. Вот у меня там, чем больше я узнаю об их менталитете. Да. У меня складывается такое ощущение, что это мои люди, что я такой муж, как и они, только они туда уехали, а меня здесь забыли. Мне просто нужно вернуться к себе на родину. Да. И это уже 8 лет происходит. Чем больше я узнаю, тем больше я претендую на страну. Да, да. Вы там были вообще хоть раз? Ну, у меня финансовые возможности, это стоит очень большим денег. Ну, а что тогда вы сочиняете? Я там много раз был и знаю, как там тяжело людям жить. Если женщина выходит замуж на иностранство, тогда финансовые расходы берёт на себя мужчину. Да, вы сочинительница. Там наоборот, в Америке как раз всё наоборот, там каждый за себя сам тратит, в основном всем их. У меня около десяток девушек. Моя хорошая, всё, закончим этот разговор. Что вы мне доказываете тут сидеть? Вы будете слушать или говорить? Тогда слушайте. Вы в иллюзии находитесь. Действительно, кому-то там хорошо жить, кому-то очень плохо. Все эмигранты, которые туда приезжают, из России, они 5 лет очень сильно страдают, потому что идёт привыкание к другому менталитету, к другому культуре, совершенно другая культура вообще. Жить, что там прямо сахар, я не могу сказать. Люди очень сильно много пашут, они реально там работают по 10 часов в день многие. И там миллион долларов в среднем, это самое минимум стоит жильё. Это минимум, миллион долларов. А миллион долларов, ну допустим, если ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, если там зарабатываешь, это нормальная зарплата. Там люди многие гораздо меньше зарабатывают. На одного человека имеется в виду. То тогда у тебя там остаётся, ну, тысяча четыре. Вот посчитайте. Сорок восемь тысяч в год. Это значит, что тебе на 20 лет в среднем так и получается, чтобы просто выкупить жильё. Ну, в России я знаю, люди многие там за 10 лет жильё выкупают там и строят дома себе. Там дом это вообще нереально, это от трёх до пяти миллионов рублей. Ну, то есть очень дорогая страна, нереально. Потом столько приколов есть вообще интересных таких, которые им нормально, а мне, например, нет. Вот, например, там люди могут спокойно по улице ходить с оружием. И если чё-то им не нравится, они могут спокойно стрелять. Нормальная ситуация вообще, нет? Вы, как вот для вас? Нет. Хорошо, а вот то, что там, допустим, если тебя, ну, грабят до тысячи баксов примерно, в милицию даже не поедет. Вот человек в магазин заходит и берёт там торты, переворачивает там, чьи мне не нравятся, берёт себе, набирает. Магазин сам охрану должен иметь, которая с ним должна. А если он там припугнул охранника пистолетом, его даже в милицию не приедет. Там сворачивает зеркало в машине, никто даже не дёрнется вообще. Вы много не знаете, моя хорошая. Я знаю, и вам нравится, вам интересно, классно так всё это. Я понимаю, это их общество. Моя хорошая, всё. Давайте закончим этот разговор. Хочется ехать в Америку, езжайте. В чём вопрос ваш, скажите? Чё вы сейчас начали тут? Понимаете, вот многим людям в России нравится жить. Чё вы здесь вот это делаете? Зачем вы сейчас этот разговор раззаводите? Смысл какой? Я никого не ориентирую, я на себя... Так, а зачем? Ну, если вам хочется идти. А мне не получается 8 лет. А чё я могу сделать? Я могу вам кинуть фандаринку. Так, спокойно. Вот этого делать не надо. Вы сейчас дадите совет, который разрушит её жизнь. Вы не знаете, что будет с нелегалами через 2 года, а я знаю. Там будет просто жесть для них. Поэтому... Подпишка в том, что я вроде бы ухожу с этой темы, а у меня девчонки там, они в Вирджине. Ну, у тебя получится, давай двигайся. И только я вроде... Хорошо, я думаю, нормально, надо двигаться вам. Двигайтесь, всё нормально. Я тоже человек мира, вы говорите, я человек мира, вы не человек мира, вы человек Америки. Да. Ну, потому что вы вот так вот настроены. А я люблю всю землю. Я люблю всех людей, куда я приезжаю. Я люблю Россию, люблю Казахстан, люблю Киргизстан, люблю Узбекистан. Там меня встречают очень с любовью, везде, во всех странах. Везде в Европе меня с любовью встречают люди. Раньше в Украине даже встречали, сейчас я туда не могу ехать просто. Вот. То есть меня любят люди везде, а я их везде люблю. Я везде люблю людей. И в Америке в том числе. Там есть свои плюсы, свои минусы. Так же, как везде, понимаете. Везде, во всех странах есть свои особенности. В России жить легче. Вот если спрашивают, где легче жить, в России жить намного легче, чем в Америке. Потому что там реально, чтобы там просто начать жить, надо впахаться. И ты там теряешь статус. Если там здесь, допустим, хороший врач, туда приезжаешь, будешь иметь строй всего. И, ну, то есть везде в Европе, в России человек, если переезжает, он теряет статус, теряет возможности. Он такой, становится сначала зачуканный. Ему очень тяжело. В Россию, если человек приедет, он не будет терять статус. Он здесь легко адаптируется и пойдет развиваться. Вот. Ну, то есть это страна непростая. Там есть свои плюсы. У меня тоже там есть друзья. У меня есть одна знакомая, которая там имеет крупный бизнес в России. Ой, в Америке. Вот. Крупный бизнес она имеет. Она слушает мои лекции тоже. Но живет в Питере она. Ей больше нравится в Питере жить. Бизнес у меня и в Америке. Ну, то есть, как бы, люди по-разному устраиваются. Некоторые, наоборот, там имеют, живут, а здесь имеют бизнес. Вот. Ну, то есть, как бы, у всех, все люди сами решают, где им как жить. Кому-то нравится Америка. Кому-то нравится Бали. Кому-то Индия. Кому-то Россия. Кому-то... Африка там. Ну, каждый выбирает, как у каждого свой вкус, сказал Факир и проглотил шпагу. Но я вам одну вещь, мои хорошие, скажу. Вот. Вот. Ну, как бы. Вот какой-нибудь стране в любой, вот взять, допустим, в Германии. В Старте начать хвалить какую-то другую страну. Да, там, так хорошо. Да, все. Это всегда в сравнительной степени. Если там хорошо, значит, здесь жопа получается. Вот. И поэтому мне не нравятся такие разговоры в принципе просто. Вот вы, допустим, вместо того, чтобы этим заниматься, вы просто бы сказали. Олег Геннадьевич, хочу в Америку. Я говорю, вам подходит. Можете ехать. Все, пять минут. Две минуты. А вот эта триада вся, она никому не нужна вообще, понимаете. Она просто раздражает людей. Услышали мое замечание? Люди согласны с тем, что я сказал? Слышали? Все. Вот. А если мне кто-то в Америке так же начнет выступать там по поводу России, я им то же самое скажу. Потому что живешь в Америке, живи в Америке. Если начинаешь другую страну хвалить, так едет кто тебе мешает. Но не надо людям веру в то место, где они живут, разрушать. А не задумываться, вот задумайтесь. Есть культура определенная, в которой надо следовать. Особенно, когда напряженную обстановку в мире. Люди по-разному настроены, относятся ко всему. Нужно просто учиться так, деликатно себя вести всегда и везде. Это моя позиция. Уважение к культуре того места, где ты находишься. Допустим, в Казахстане человек встает и говорит, я Россию люблю, мне так нравится, все хвалят. Я скажу, ну ты скажи, что ты хочешь. Хочу в Россию, ну едь. Тебе подходит. Или не подходит. Я могу так ответить. Ну ей подходит в Америке нормально. Понимаете, такое в настроении тоже понять можно. Просто всегда человек это необъятное. Это необъятный космос, понимаете. Вы много не видите, не знаете. Я ей замечания сделал, но я сейчас другое скажу тоже. Она в прошлой жизни жила где-то там в Калифорнии, вот в этой зоне. И поэтому, когда она начала узнавать об этой стране, она вспомнила свою родину. Ну сможет она туда приехать или нет, с прошлой жизни родину. Нет, с виду не с этой. Ну сможет она туда приехать или нет, неизвестно. Это все как Бог решит, как судьба действует. Надо любить не Америку или не Россию, надо любить Бога. Потому что человек может жить где угодно. Понимаете, мы как песчинка в океане, в этом мире. Столько, даже в этой Вселенной, столько планет, на которой живут люди. И это не как на космическом корабле лететь, там много-много эпох. Вот у меня теща 28 дней назад ушла из жизни. И она там 4 или 5 дней находилась рядом с нами. А потом сел, ее посадили на колесницу, и она вверх пошла в рай. И за 10 дней преодолел такое расстояние, которое на космическом аппарате, ну если вот с нашими скоростями, наверное, лет 100 лететь. А может быть и больше. Непрерывно. Понимаете? Я даже не могу точно сказать, просто примерную цифру сказал. Она туда улетела за 10 дней. Поэтому у нас с вами большие возможности перемещаться. И если взять ту планету, я когда она туда прилетела, я же ее глазами начал смотреть, потому что мы с ней сильно связаны. Там такие краски, вот если в 10 раз умножить краски Земли, вот там они красивее, краски и впечатления от той планеты в 10 раз сильнее. Ну то есть невозможно вообще сравнить с Землей. Ну Земля примерно все одинаково. Ну Америка, ну свои там приколы. Россия свои. В России очень много тоже красивых мест, как и везде. Ну здесь очень красивые бывают места в России. Очень. Вот. Необъятный край такой, пол Земли почти. Такая страна огромная. Столько всего красоты в разной. И в других странах тоже есть очень много красивых мест. Везде Земля очень красивая планета. Вот. Но есть высшие планеты гораздо более красивые, если человек молится Богу, занимается духовной практикой, живет как ему надо, не как тебе. Вот с тем сознанием, с которым вы сейчас находитесь, вы выше Земли не поднимете в следующей жизни. И это печально, потому что человек должен возвышаться, развиваться духовно. Он должен идти вверх. Человек не должен к Земле привязываться вообще. Он должен даже не то, что к Америке или к России. Надо привязываться к Богу. Чем сильнее к Богу привязан, тем выше поднимаешься. И поэтому не надо Землю воспринимать, как что-то я там хочу туда, вот эти вот приколы. Ну, хочешь в Америку, но не надо только из этого, я знаю, это молиться. Потому что Бог так действует. Через что ты, к чему ты привязан в этом мире, это не касается только страны, это касается всего в этом мире. К чему ты привязан, вы когда снимаете, и у вас на меня фонарик, глаза светят, и меня слепят. Можешь снимать без фонарика. К чему бы человек не привязался в этом мире, он всегда из этой зоны будет получать страдания. Потому что Бог хочет, чтобы мы привязывались к Нему. Цель человеческой жизни только Бог. Больше нет других целей. Поэтому учитесь, привязывайтесь к Богу. И Бог, именно Он решит вашу проблему. Потому что по вашей судьбе у вас идёт очень плохой период, связанный с вот именно местом, где вам жить, и вы страдаете от этого сильно. И этот плохой период продлится ещё два с половиной года. Если вы хотите быстрее, чтобы что-то решить, вам надо просто понять, что только Бог может помогать в этих случаях. Судьба вот не упускает вас. Уже вы около двух лет мучаетесь. Восемь. Ну вот восемь вы хотите, а мучаетесь два года. У вас прям жар бьёт, сердце такой страдает. Поэтому надо просто понять, что если своей судьбы не хватает, то надо молиться Богу, чтобы Он вам дал ваше желание удовлетворить. Дальше вопрос. Ну вот я уже бегала с нами, старалась. Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за знания, которые вы в этом настаёте. Спасибо за все ваши проекты. Я со Ставрополя, и у нас здесь группа есть со Ставрополя. Мы будем очень рады, видеть вас. А сколько там человек живёт? 350, 600. Так, началось 300. То есть закончилось 600. А? 150 тоже. 150. Ну а сколько придёт на лекции, если я приеду? Приезжайте. А вы что, много из Ставрополя? Поднимите руку, сколько из Ставрополя? Ой, как вы так вот собрались и приедете? Да. Да? Все из Ставрополя вы? Да. А далеко отсюда до Ставрополя? Нет. 30. Ну давайте, вот возьмите у Жени телефон, Даши, и организуйте мой приезд. Я, ну, в течение года могу попробовать приехать. Если с первого раза вот такой зал соберёте, то тогда буду приезжать. Да, моя хорошая, да чё же так, я так, по чё поступил бы? Нехорошо. Взял и не приехал. Два года не приехал, а? Вообще, какой. Нехорошо вообще. Ну а, просто давайте спрашиваем. А можно как-то определить кратерии, по которым можно понять, ну, ли стоит отношение с мужчиной, ли стоит ли нет? Потому что я, когда начинаю знакомиться, начинаю общаться, у меня есть крайности в крайности состоянии. То нет, это не то, вообще всё нет. А потом, ох, я не стала. Вот я сама себя не могу понять. Как я могу себя понять? У вас семья была? У меня были серьёзные отношения, да. Семья была? Нет, специально мы не были. Просто жили вместе? Что вас испугало сильно в отношениях? Почему вы такая пугливая? Что испугало? Ну, там разрыв был, припалкивая. Предали вас, да? Сейчас боитесь мужчин? Да. В этом проблема не в мужчинах, а в предательстве. В этом у вас стресс, они преодолели стресс. Понятно? Что нужно, чтобы вы прессоветесь? Средство, уважайте. У вас динамический блок, он сформируется на пятом слое. У вас разочарованность, как бы руки опустились в личной жизни. Вы не верите в семью. Разочаровались. Нужно длительным движением побеждать. А что касается человека, то в вашей судьбе не нужно торопиться с решением, а просто общаться, сказать ему, давай полгодика пообщаемся. Общаться, изучать человека. И у вас как психика работает? Вы постепенно, чем больше изучаете, тем человека, тем лучше, больше начинаете к нему хорошо относиться. Нужно время. Вам время нужно. А вы торопитесь. Вы хотите месяца за три решить вопрос, а надо за шесть. Надо продолжать. И постепенно у вас психика не работает так быстро. Вы не можете человека понять глубоко сразу. Вам нужно время. Как и любому человеку тоже всегда. Просто общайтесь, разговаривайте. Если человек настроен серьезно, он покажет, что свою серьезность за это время, время общения. Самое лучшее построение любой семьи всегда, это просто общение без всяких, очень сильно приближения друг к другу в течение какого-то количества месяцев. Четыре, три, четыре, пять. Просто разговаривать, общаться, дружить вот так вот. И если отношения, оба с человека серьезно настроены, они будут общаться и постепенно сформируют правильные отношения за это время. Потому что вот эта спешка, как это мой прапорщик говорил, нужна только при ловле блох и при поносе. Но в семейной жизни точно она не нужна. А вы видите, вы нервничаете из-за чего? Вы сразу не можете сделать вывод и начинаете сомневаться в себе, в своих возможностях, в человеке. То есть, ну истерики как бы, психуете. А надо терпеть, строить отношения, терпеть, дальше строить отношения и постепенно узнавать человека. Песенку же знаете про снежинку? Все, слушайте, это про вас. Ну, молодой человек, он у нас там что-то поднимает. Да, да. Садитесь. Я вот хочу тоже спросить у тебя, любевого. Вот если уже семья была, то дети уже почти все выросли. Стоит ли, ну, отношения какие-то? Для мужчины это всегда зависит от потребности. Если он от женщин не зависит сильно, то надо посвящать себя Богу, духовной жизни. Здесь всего два варианта есть у мужчин. Или семья, или Бог. Все. А вот этот Бог, вот как вы говорили, если отношения с людьми просто надо как-то по-другому не повлиять? Бог означает Бог. То есть есть только два варианта. Первый вариант, человек создает семью и служит близким. Второй вариант, он служит всем людям в виде того, что, ну, это фактически отреченная жизнь. Это как монах. То есть можно в монастыре жить, можно не жить, но человек просто служит людям. Заботится обо всех, думает о Боге, молитву читает, занимается духовной практикой, служит наставникам. Ну, то есть два варианта жить всего для мужчины. Для женщины лучше семья всегда. Отреченная жизнь для женщины опасное мышление, потому что она создана для семьи, для отношений, для близких женщин. А для мужчины создана для аскез, для побед над судьбой. И если мужчина уже как бы чувствует, что ему не нужна больше семья, то нет смысла в эту сторону идти, потому что женщине не будет нравиться такое поведение на настрой мужчины. Если мужчине не нужна семья, он там женился, и на него смотрит, да я не хотел жениться, тогда, ну, тогда зачем ты женился, не хотел? Такой вопрос будет сразу возникать. А скажите, пожалуйста, в вашем случае? В вашем случае, знаете, я должен всё решать за вас. В вашем случае, потому что, ну, вот именно, да, в вашем случае я за вас принимаю решение. То есть вы сами не хотите принимать это решение? Ну, вот в этом заключается смысл жизни. Для того, чтобы узнать. Методом мужского мышления. Мужское мышление означает, что человек смело идёт вперёд в жизни. Не боится жить дальше и разобраться во всём самому. Потому что, если я за вас приму решение, этого всё равно ничего не поменять. Вы всё равно сделаете всё по-своему. Мужчина отличается от женщины, что он всё равно всё делает, как он хочет. Вот я мужчинам советы какие-то даём, не слушать, всё равно делаю по-своему всё. Любой мужчина так будет жить. Это природа так работает. Редактор субтитров И.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok